Но все делать по-другому. Присутствовало такое стабильное желание отгородиться от всего еврейского. А когда это, вы понимаете, что дополнялось еще определенным насилием, антисемитизмом, то делалось это еще увереннее и быстрее. Мы видим, что те же протестанты, баптисты, пятидесятники, методисты, пресвятеряне сохранили более или менее модель ритургии и ритуалы. Например, мы по-прежнему видим алтари, мы видим такое понятие как священство, именно как священие, человек священно действующий. Хлеб, вино на столе, люди сидят на скамейках и так далее. Все это модели постконстантиновской церкви. То есть ничего бы не было плохого, но мы понимаем, что, допустим, надо это понимать, что от того первого образца домашних групп все дальше и дальше отходило. И откровение о домашних группах, оно появилось только буквально недавно. Нам снова начали говорить о важности, о том, как это работает и так далее. Более того, мы видим усиление страсти к ритуалам и традициям. Когда пришли реформаторы, они хотели реформировать тело, и одним из, ну, тело писальницами, но одним из главных вопросов было отношение к Торе. Лютер, например, видел все тексты только через спасение по вере, а не через исполнение заповедей, да, верой. Исторически, будь-ка в курсе, потому что я говорю это... Нет. Нет? И вы, что книги купили. Хорошо. У нас будет предмет истории церкви, мы там подробно постараемся это все дела разобрать. Ну, в двух словах, с течением времени ритуалам начало уделяться настолько много внимания, что фактически все, что народ умел исследовать этих ритуалов, нужно учитывать, что церковь в большинстве своем была все же достаточно неграмотной. Народ, который приходил туда, был неграмотный. То есть, говорить о том, что люди изучали Писание, ну, то есть, они его не изучали, в прямом смысле. Возможно, оно и было, но изучать его особо не изучали. То есть, если ты приходил и становился там, допустим, священником, тебя учились священно действовать определенным ритуалом, да? Тут поклонился, здесь присел на одно колено, здесь на два, здесь перекрестился туда, 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 туда. И было такое учение о том, что нужно, для того, чтобы спастись, нужно было сделать вот огромное количество каких-то действий. Против чего, собственно говоря, и восстал Мютер. Мартин Мютер пробил реформу, что спасение, оно приходит не только лишь благодаря каким-то исполнению, каким-то ритуалам, да, но через веру праведной верой уже будет. И это дало толчок реформаторскому движению. То есть, он говорил, только вера. Поэтому, когда мы смотрим позже, мы видим, что, ну, было так, 1500-й годы и дальше, мы видим, что теология, она начала формироваться в сторону веры, верой, только верой, делай, давай, потом, ну, верой. И когда Лютер смотрел на утверждение веры, он имел двойственное отношение к Торе. Было время, когда Лютер резко высказывался против Торы. Именно закона имеется в виду. Иными словами, люби Бога и делай, что хочешь. То есть, достаточно любить Бога, и Бог, да, закон, это, это грабство, это просто понимание. Когда долгое время людей учили о том, что закон, 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 то как противовес, мы отменяем все законы, главное любить Бога. Мы понимаем, что нужен баланс в этих вопросах, да? Был также такой реформатор, известный как Жан Калвин. Он позже написал, он свои знаменитые 96 тезисов, да, которые примил. И фактически он уже начал включать туда вопросы, связанные с Западью, 10 Западей. И тогда послушание получил им. Нужно понимать, что время было непростое. И люди дошли до ручки уже в каких-то моментах. Поэтому на тот момент это была действительно такая революция. При всем том, Лютер был антисемитом. Он высказывался против еврейского народа. Есть вот такие жесткие его высказывания. Хотя был очень благотворным, но трудом написал. Мы, если мы посмотрим на Калвина, Жан Калвин, то Калвин включал историк больше в свое учение. Он даже называл католиков иудействующими. И мы видим, что Калвиническая церковь делала больше удаления на проповедь. Лютер в своем учении сохранил больше католической литургии. Но также все равно у Калвина продолжал оставаться алтарь. По-прежнему причастие готовил для людей, которые сидели на скамейках. Литургия была очень короткой. Они там собирались, произносили никейский символ веры, пели там несколько димов. Но при всем том, он добавил такое понятие, как проповедь. История, закон. До начала XX века самой крупной была церковь Рима-католическая. Второй по величине была православная. Третья – Лутеранская. Четвертая – Калвинистическая. А также реформированная и Пресвятырянская. Пятая – Англиканская. Это просто по количеству людей. Сейчас самая большая – это Рима-католическая церковь. Вторая по величине, пятидесятническая, харизматическая. Тем не менее, он уже начал потихонечку проповедовать. Например, одно из его высказываний. Он говорит, «Некоторые говорят, что с приходом Нового Завета закон и все его заповеди для христиан больше не имеют значения. Что мы скажем на это? Выброси эту плохую мысль из ваших умов». То есть, смотрите, началось потихонечку возвращение к тем еврейским началам, которые были. А он происходил очень медленно, очень болезненно, очень тягостно. Тем более, мы можем посмотреть на современное зарождение мессианского аудриизма. Это был фактически прорыв. То, что мы с вами сейчас имеем, это прорыв, которого не было веками. Просто чудо. Так же само, как мы можем посмотреть на Израиль, на лица Израиля. Столько говорили об этом, столько всячески хотели. И были какие-то уже начинающие, как приходят, знаете, как бы чаяния в сторону этой земли. Но сейчас мы увидели, как это пришло в исполнение. Пресвятырианское реформаторское христианство утверждает, что закон уважает закон очень высоко. И разделяет закон Пукавину на три категории. Гражданский закон, моральный закон и церемониальный закон. Гражданский закон Моисея ведет правительству, государству и обществу. Это образец, как народам организовать свою систему законодательства. Моральный закон — это десять заповедей, как любить Бога и любить Крижнего. И церемониальный закон полезен для научения. Но он относится к храму, и мы его больше не соблюдаем. Мы с вами начали из этих моментов, помните, да, действия и как бы завет, закон и так далее. Если у нас сейчас, как бы, скажем так, все запутано, то представьте, насколько это было запутано тогда, во всех этих моментах. Например, Карелин оценивал еврейский календарь как церемониальный закон. В большинстве стран христианский календарь вытеснил еврейский. И только два места в христианском календаре похожи на библейский. Воскресенье — это воскресенье Ишо, приравнивается к празднику первых плодов, и пятидесятница — к шавуоту. Церковь учила, что воскресенье заменяет шаббат. Мы знаем, что современная католическая церковь так не учит. Воскресенье — это празднование воскресенья Ишо, воскрес — первый день недели. Но суббота по-прежнему является шаббатом. И календарь говорил, что у закона было три цели. Говоря о церемониальном законе, календарь сохранил поклонение Богу воскресенье, пятидесятницу. Но, конечно, стал вопрос с Рождеством. Что делать с Рождеством? Потому что некоторые календарь, они его праздновали, а некоторые — нет. Поэтому к закону Календарь относился следующим образом. Закон дает познание греха. И познание греха было необходимо, чтобы мы могли их покаяться и принять искупление Ишо. Закон ввел к гражданскому закону, а также закон был средством обучения Духом Святым. То есть закон, он глупизмом наставляет правильности, но он будучи под водительством Святым Духом. Почему мы говорим об этом? Потому что Календарь писал об этих вопросах достаточно ясно и последовательно. И это повлияло на все протестантское движение вплоть до пятидесятников. Понимаете, да? То есть мы сейчас смотрим с вами на перспективу того, как это все развивалось. Это не подробный разговор. Потому что надо смотреть это из разреза истории еврейского народа, истории церкви. Тогда мы можем четче увидеть эти сипокумы. И позже мы встречаем в истории такого человека, как Чарльз Финейн. Он говорил, чем отличается Ветхий Завет от Нового. Новый Завет дал нам способность делать то, что требовал Ветхий, но Ветхий Завет не давал нам силы это делать. Хорошо, да? В принципе, прицепляем. Чем отличается Ветхий Завет от Нового? Новый Завет дал нам способность делать то, что требовал Ветхий Завет. Но Ветхий Завет не давал нам силы это делать. То есть, что благодаря Новому Завету мы получили способность исполнить те заповеди, которые были в Синайском Завете. Мы так и говорили. Фактически, фактически, Завет поменялся, но закон был перенесен частями. Моральные моменты были сохранены. И у нас есть сила Духа Святого это соблюдать. В 1842 году Джон Нельсон Дарби развил Новую Теологию. Джон Нельсон Дарби. Да, русские еписиатники и евангельские христиане подвержены Новой Теологии. И она повлияла на западноевангелистическое христианство. По этой теологии, у него он объяснял так, что нет ничего общего у Ветхого Завета с Новым. И на сегодняшний момент русские хавтисты и бесятники этого не слагают, но фактически миссионеры, которые привезли им христианство, были очень подвержены этому влиянию. В том, что нет ничего общего между Новым и Старом. Кто Дарби это сказал? Дарби. Джон Нельсон Дарби. Дарби. Он был англиканским священником. И он увидел, что духовное положение в англиканской церкви было на очень низком уровне. Он начал размышлять, выдвинул идею, что причина этого англиканской церкви ничего не понимает благодать. Потому что они не понимают, что это благодать. Для Дарби спасение по вере означало, что ничто в человеке не имеет внутренней потребности быть спасенным. Человек мог быть спасенным по Дарби, не меняя свое поведение. Иными словами, можно было жить по грехе и быть спасенным. Потому что спасение было по благодати. А следовательно, не нужны были ни дела, ничего для того. Тебе нужно было просто поверить. Понимаете, да? Вот такое прекрасное учение. Поверить. Поэтому многие страны верующие. То есть, для того, чтобы спастись, нужно было одно. Принять. Верить, что Иисус умер за твои грехи. Покаяние, в принципе, как дела, не обязательно. Оставлять грех не обязательно. Ходить в церковь не обязательно. Только главное, что верить, что Иисус умер за твои грехи. Почему он в это верил? Он верил, что благодать – это не заслуженное благословение. Мы понимаем, что это больше, чем так, да? Он не понимал, что благодать – это не просто подарок, это преобразовывающая сила. В дополнение к всему Дарвий сказал, что весь Моисеев закон абсолютно не является обязательным, и мы даже не обязаны соблюдать учение Иешуа. Потому что его заповеди – это часть закона и были даны до его смерти и воскресения. А учение Павла было после его смерти. Выглядит странно, да? Такое вот учение. Но я понимаю, что оно могло быть популярным. Почему же нет? Хотел ли Дарвий, чтобы все жили во грехе? Мы понимаем, что нет. Не хотел. Он думал, что его теология оживит церковь. То есть, если человек понимает, что он будет продолжать грешить и будет спасен, он не будет стараться ходить перед Богом, но будет настолько благодарен за незаслуженное спасение, что большинство людей ответят на приглашение посвятить свою жизнь Иисусу. Понимаете, да, какой у него идея фикс? Рекламная кампания. Рекламная кампания. Прими Иисуса, простят за твои грехи и можешь идти в Бога. Погода дать? Рай идет. Рай идет. Рекл Deoki uncertainально. Рекламная кампания перетягивая свое право. Р тиゃга погода п Verfügана. Рекламная кампания. Достаточно принять Иисуса как Спасителя. Вот так вот. Рай спасения, гер specific, и без diff Nintendo плашки и без ferm. Вот так вот. И те, и те спасенные. Красота? Жалко и одно. Да. Церковь будет только из посвященных благодарников, и они будут жить по учению Павла. Итак, он верил, что у евреев есть будущее, так как они дети законы, а христиане дети благодати. И что, становясь христианином, человек перестает быть евреем, но остается только христианином. И поэтому Евангелие должно быть не Евангелие, царство, а Евангелие благодати. Понимаете, в какой момент убирается царство как таково? То есть мы помним, что в понимании царства, это не просто царство небесное, да? Что есть такое понимание, как царство, которое будет на самом деле, в конкретном месте, да? Царство Божие на земле. Очень перестает быть Евангелие. Да. А Евангелие царство становится Евангелие благодати. То есть последователи, да, они не призывали их к покаянию, не вызывали их к покаянию. Когда кто-то выходил принять Иисуса, они ему советовали верить, что он спасен. Поверь, что ты спасен. Все, молодец. Поэтому появилась практика говорить, на моем собрании спаслось там 50 человек. Ну, понимаем, да, что то, что там сказано, это еще вообще не факт. До Дарби люди исповедовали веру, но нельзя было сразу сказать, спасены эти люди или нет. Но когда они приносили плоды, можно было увидеть, что они там спасены или нет. До Дарби люди не говорили, что человек спасается на собрании. Сама такая леда. Но Дарби говорил, что это таки точно, что спасается, потому что не обязательно, кто-то будет плодить. Спасены, все, вперед. И мы понимаем, что это ересь. Хотя мы можем находить, что частично это теология, в какие находят свою популярность и разных групп христиан. Той или виной формы, да? Выпито, 100%. Поэтому и концы бывают. Я сам. У мессианских евреев большая преемственность. Мы понимаем, что прихода Шан, Новый Завет это продолжение в таком-то смысле, да? Мы не находимся в Синайском Завете, мы не приносим храмовые жертвы, но мы верим, что Синайский Закон это закон благодати. Но мы также верим, что Новый Завет, он более славный, чем Синайский Завет. Поэтому уровень традиций, которым следует человек, должен быть выработан человеком совместно со Святым Духом. Нашим центром или фокусом является не соблюдение традиций, а что является? Поклонение, близость Ишуон, близость со Святым Духом, да? Нашим центром является изучение Библии, чтобы быть привязанными к Израилю, к образу жизни в нашей истории, на праздники, шабаты, иврии и так далее. Поскольку мы, как мессианские евреи, являемся частью народа, Библия говорит, почитая царь и мать, да, мы должны почитать происхождение своих предков, почитать то, что есть хорошего в еврейской традиции, ну и прощать их за то, что они набедокурили, за те моменты, которые у нас. А также нашим центром является рост в хорошем смысле и водительство Духом Святым. Как в одной фразе выразить мессианскую идеологию? Как мы ее можем выразить? Да, это достаточно сложно. Есть разные вариации, но как бы мы могли сами это выразить? Мессианскую теологию. Мы говорили перед этим, смотрите, о теологии Дарки, да? О теологии, которую нас ожидали отцы церкви и так далее. Как мы можем сказать о себе, что мы, как мессианская община, как верующие на мессианских, мессианская, мессианская, вон, круга, общение. Мост между евреем и Иисусом. Мост между евреем и Иисусом, да. А что где евреи и не евреи верят в Бога в Раба Садоякова, в Ишишуа, в Иисусе Израиля? Хорошо, в микрофон, так сказать. Мы повторю, за. Мессианская община, это где евреи и не евреи верят в Бога в Раба Садоякова, в Ишуа, в Иисусе Израиля. И евреи и евреи, которые ходят в общину, то, что соблюдают, но почитают культуру Израиля. То наследие, которое есть в Израиле и которое противоречит твое. То есть те традиции еврейские, которые реально по Слову Божьему или которые, по крайней мере, не противоречит. Спасибо. Кто-то может еще? Хорошо, там где вы. То есть мы можем, ну я могу вам дать слово, да. Мессианская еврейская археология говорит, что евреи, верующие в Ишуа, призваны жить. И отождествлять себя с евреями в Новом Завете. И формировать общины евреев и не евреев, где будут утверждаться призвание еврейских верующих и достигать евреев в Ишуа. Сложно? Быстро. Хорошо, давайте по-другому. Еврейская мессианская теология говорит, что евреи, верующие в Ишуа, призваны жить и отождествлять себя с евреями в Новом Завете. В принципе, это то же самое, что сказал Саша, в принципе. И формировать общины евреев и не евреев, в которых будут утверждаться призвания еврейских верующих и достигать евреев в Ишуа. Призвание еврейских верующих и достигать евреев в Ишуа. Еще, короче, как сработники из Ишуа, да? Да, фактически, вы знаете, некоторые люди думают, что если они станут членами мессианской общины, то они сразу же прилепятся к наиболее точной теологии. На самом деле это не всегда так. Потому что вы понимаете, что все зависит от того, кто руководит этой общиной. Понимаете, да? Как мессианское движение, мы находимся сейчас в стадии формирования основных понятий. И это очень сложно. Потому что даже то, что мы сейчас с вами размышляем, это достаточно такой момент. Есть люди, которые, мы говорили, о мессианских общинах, которые ставят традиции в одном порядке. Есть в другом порядке и так далее, и так далее. И не факт, что этиология, она самая точная. В любом случае нужно понимать, что нужно смотреть на свою жизнь и видеть, молиться о том, есть ли там призвание служить еврейскому народу. Потому что некоторые люди переходят из церкви, в хорошей евангельской церкви, в мессиансскую общину, говорят, тут правильно. Или там, мне здесь нравится, потому что у вас песни хорошие. Или мне здесь нравится, потому что на меня меньше кричат, чем в той церкви. Или там еще какие-то вопросы. Нужно понимать, что все то, что здесь происходит, оно направлено на достижение конкретной этнической группы людей. Понимаете? Да. Не обязательно открывать мессианские общины, только чтобы у нас в городе числилась мессианская община. Если вы находитесь, например, в городе, где, ну нет евреев, вот в прямом смысле, там, допустим, 5 человек, да? Разумно ли будет там открывать мессианскую общину? Ну там полно украинцев, например. Или там что-то другого. Нет смысла, правильно? Достигайте этот народ в контексте той этнической культуры, в которой вы находитесь. Если вы находитесь в Африке, да, в каком-то пленнии, или там где-то, ну, в еврееве есть везде, конечно, но все же. Есть ли смысл там мессианское общение в типах, в каких-то там других моментах? Нет. Вы можете учить правильному отношению к Израилу, да? Правильным корням. Например, у нас есть хорошие друзья в городе Николаево, в цехе Нового Завета. Это церковь. Это церковь, большая церковь. У них есть дочерние церкви и общины. То есть у них есть видение. Они празднуют еврейские праздники, но они не называют себя общиной. На фастыре речи Рабахом. То есть они называют себя хорошей церковью. У нас действительно хорошая, полноевангельская, благословенная церковь. Но они учат правильным вещам, как относиться. Поэтому они не говорят о том, что у нас есть призвание. Но при всем том, они показывают, что они открыты. Они благословляют мессианские общины, служат им, сотрудничают и так далее. Итак, мы понимаем, что мессианская община, она больше посвящает себя изучению контекста, изучению корней, еврейским основам. Проблема в церкви в том, что они невнимательно читают библию. Понимаете? Потому что если внимательно, то они бы все это увидели. Хорошо. Я бы на сегодня, наверное, закончил. Мы дальше начали снова. Есть ли вопросы, может быть? Продолжение следует...